МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости. В суде работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Скорее жива, чем мертва. Гульнаре Карашулаковой, 48 лет. Из них 30, она живет без обеих почек. На сегодняшний день женщина жива и относительно здорова. А вот чиновники Караганды посчитали ее мертвой. Солдатская служба – большая школа жизни. О боевых буднях рассказали карагандинские защитники Отечества. С детства мечтал стать военным, непосредственно офицером. Посмотрел фильм про танкистов, вообще фильм смотрел. Три танкиста. И студентов – преподаватели. Для выпускников колледжей, в которых обучаются будущие учителя, прошла традиционная ярмарка вакансий. Гульнара Карашулакова – единственный человек в стране, который дожил до 48 лет без обеих почек. Они были удалены 30 лет назад. На сегодняшний день женщина и на самочувствие не жалуется. А вот для чиновников Караганды она умерла. По крайней мере, так значится в ответе на ее запрос, почему ее больше нет в очереди на жилье. Планов у меня много. Я живой человек, я люблю эту жизнь. Всем назло я буду жить. Не дождутся. Одним словом, меня убить невозможно. Почки Гульнары Карашулаковой отказали еще в 18 лет. Тогда, казалось ей, жизнь была закончена. С тех пор женщина на протяжении 30 лет находится на процедуре гемодиализ. Были и попытки пересадки донорских органов. Сейчас с иглами в руке Гульнара трижды в неделю проводит по 5 часов в клинике. Несмотря на трудности, ей удалось научиться жить и полюбить свою нынешнюю жизнь. Каждая ранка, каждый шрам – это целая история. Даже порою заноза в пальчике – это, знаете, какая боль. А тут нужно принять и пережить все это. Я не знала ответа на многие вопросы. Так случилось. Изначально я родилась здоровой девочкой. Просто это ошибка врачей. Ну, жизнь-то продолжается все-таки 30 лет. И мне подсказали, что почему, Гульнара, ты в очередь не станешь на госжилье? Ведь у тебя же своя личная жизнь тоже есть. После женщина собрала все необходимые документы и сдала в Центр обслуживания населения. Через месяц получила радостное известие. Документ, где ей присвоили номер 5079 в очереди на жилье. С того счастливого момента прошло около полугода. С очередным ответом на проверку очереди пришло письмо, где под статьей 73 Гульнара Карашулакова числилась мертвой. На каком основании, я хотела бы спросить, слово «умер» и с заказным письмом я получила. Получается, заказное письмо адресовано на мое имя, на мой адрес. Мы здесь прописаны два человека, сестра и я. Получается, письмо составляется на Карашулакова Гульнара Монтайвена. Она упаковывается в конверт заказным образом. Она приносит мне под штален это письмо, и я тут же расписываюсь, свидетельствую о своей смерти, получается. Где логика? По всей дне не могу понять. Неоднократные звонки Гульнар в отдел жилищных отношений не дали никаких результатов. Никто не прояснял ситуацию, не объяснял происхождение справки, не восстанавливает законное место в очереди на жилье. Мы решили помочь Гульнар Карашулаковой и обратились в городской Акимат за разъяснениями. В результате технической ошибки по вине специалистов отдела Карашулаковой Гульнаре Монтайвена было направлено уведомление о снятии с учета нуждающихся в жиле из Государственного жилищного фонда по причине смерти. Карашулаковой принесены извинения в связи с произошедшим инцидентом. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Проблема Гульнар Карашулаковой разрешилась. Виновным был сделан строгий выговор. Сейчас своей энергией и оптимизмом женщина дает надежду многим. Гульнара общительна, очень позитивна. Всегда помогает пациентам, советам. Это с условием того, что человек длительно находится на диализе. Всегда помогает новичкам, подсказывает какие-то аспекты, которые она нам для нас как помощник. Потому что очень большой опыт диализной. И все, она за свою долгую жизнь уже диализную, она уже повидала все. В Караганде в очереди на жилье стоят около 14 тысяч человек. На сегодняшний день Гульнар Карашулакова в списке на получение жилья 3756-я. Но когда именно она получит жилье, неизвестно. А сердце Замбаева, Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Солдатская служба – большая школа жизни. О боевых буднях рассказали карагандинские защитники Отечества. Сегодня в театре имени Константина Станиславского состоялось торжественное награждение самых отличившихся военнослужащих области. Десятки офицеров получили государственные награды за безупречную службу и грамоты из рук главы региона Нурмухамбета Абзбекова. Зал театра имени Константина Станиславского полон военнослужащих в парадных обмундированиях. Лица мужественных офицеров и сильных духом дам военнослужащих светятся гордостью за некогда выбранный путь. Майор Ельдос Бахаджан служит в вооруженных силах около 20 лет. Стать военным Ельдос мечтал с детства. Его увлекали фильмы о солдатах и книги Бауржана Мумушула. Повзрослев, он поступил в Алматинское общевойсковое командное училище имени маршала Конева. К слову, Ельдос – второй военный в семье. Его дед – участник Великой Отечественной и войны с Японией. Сегодня Ельдос получил свой очередной орден за безупречную службу. Ордена за безупречную службу, кроме Ельдоса, получили еще 14. военнослужащих. Один офицер получил звание подполковника. Аким области Нурмухамбет Абдебеков наградил отличившихся сотрудников почетными грамотами. Сердечно поздравляю всех, кто сегодня несет и легкую службу в рядах казахстанской армии, ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, всех тех, кто готов в трудную минуту встать на защиту Родины. От всей души желаю доблестным защитникам Отечества, несохрушимого боевого духа и дальнейших успехов в службе. На сцене театра разгорались нешуточные страсти. Картины военных лет, боевые песни, красочные постановки сменяли одну за другой. Все они посвящались 7 мая – Дню защитников Отечества и Дню Победы. 7 мая состоится открытие взлетной полосы в поселке Уштобе. 9 мая пройдет митинг, посвященный Дню Победы и праздничное мероприятие в Парке Победы. Аймамрина Исламбек Оспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Строительство и реконструкция дорог на контроле у первого заместителя Акима области Асалбека Дюсибаева. Сегодня он провел осмотр транспортного коридора Центр-Юг автодороги Астана-Караганда-Балхаш-Алматы. Сейчас идет ремонт 669 километров трассы. По словам подрядчиков, это позволит улучшить автодорожную инфраструктуру Центрального Казахстана, сократит дальность перевозок и время нахождения в пути автотранспортных средств. Асалбек Дюсибаев побывал на четырех ремонтируемых участках автодороги от Анара до Тимиртау общей протяженностью 93 километра. Участки Анар-Асакаровка, Асакаровка-Батпак и Баймрза-Тимиртау планируют создать в эксплуатацию в текущем году. А работы по третьему участку Батпак-Баймрза будут завершены в начале 2017 года. При реконструкции участка Анар-Тимиртау будет оборудовано 8 транспортных развязок и путепроводов. Озерная, молодежная, Батпак, Шукай, Ушаганде, Баймрза, Актауская, Чкаловская, 9 мостов, 8 скотопрогонов, 9 проездов сельхозтехники, 1 подземный пешеходный переход и 113 единиц водопропускных труб. Всего на объектах Нурлыжол создано более тысячи рабочих мест. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайте с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Продолжаем выпуск. В стенах Дома дружбы города Караганды прошел семинар разъяснения по патриотическому акту Менгелик-Ель, который был принят 26 апреля на 24-й сессии Ассамблеи народа Казахстана под председательством главы государства. За круглым столом собрались актив города и члены Ассамблеи народа Казахстана. Патриотический акт Менгелик-Ель – это документальная форма общенациональной идеи. Это емкая и уникальная программа идентичности и единства казахстанцев. В нем связаны войди на вопросы экономики, политики, морали, веры, нашего видения о глобальном мире. Два года шла глубокая общенациональная работа над этим документом. Он всесторонне обсужден во всех звеньях Ассамблеи, научных кругах среди политиков, бизнесменов и деятелей культуры. В прошлом году на республиканском форуме патриотов проект был одобрен, сообщил Нурсултан Назарбаев на 24-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. На сегодняшний день это единственный документ, который объединяет чаяния, надежды, стремления, желания всех народов, которые проживают, всех этносов, которые проживают на территории Казахстана. Это не закон, это не кодекс, это не конституция, это патриотический акт, это свод духовных ценностей. Это нечто большое, потому что он объединяет именно в плане морали, в плане этических ценностей, в духовном единении над тем, чтобы в нашей стране всегда был мир и согласие. Провести разъяснительные работы для карагандинцев приехала Нарине Микальян, депутат мажориса парламента от Ассамблеи народа Казахстана. Сейчас она работает в Комитете по законодательству и судебной правовой форме. Это один из самых основных комитетов, отвечающий за качество законов. Мы, наверное, будем говорить о нации единого будущего, о том, что Казахстану нужна конкурентоспособная интеллектуальная нация, о том, что мы должны еще больше сплотиться, вместе, дружиться и идти к светлому будущему. Присутствующие смогли задать все интересующие вопросы депутатам и получить соответствующие рекомендации и разъяснения. А сердце Замбаева и Сламбекус Пан Александр Цирикидзе – первый карагандинский. Поздравить карагандинцев с весенним праздником на Урыс решили члены Ассоциации предпринимателей Эскер и представители малого и среднего бизнеса шахтерской столицы. Установив юрты, накрыв праздничный дастархан с национальными деликатесами и организовав концерт, предприниматели собрали горожан. Народные песни, танцы, звонкая музыка и море позитива. После торжественной части для всех любителей спорта были организованы соревнования по борьбе, где спортсмены продемонстрировали свое мастерство, а также казахские национальные игры. Мы привыкли слышать с высоких трибун о социально ответственном бизнесе, социально активном бизнесе. Мы решили это показать для народа, потому что мы именно малый и средний бизнес готов устраивать праздник для горожан, для членов Ассоциации, быть вместе. Руководители этнокультурных объединений Караганды решили заняться изучением и пропагандой государственного языка. Сегодня они поделились результатами проделанной работы и не скрывали, что многие из них не владеют казахским языком. Члены Ассамблеи обещали найти новые пути изучения госязыка. Подробности далее. В Караганде работают 22 этнокультурных центра, а в области их всего 75. Члены Ассамблеи гордятся, что в Шахтерском регионе мирно живут более 100 национальностей. Все они вносят вклад в развитие области и экономики региона. Брифинг состоялся в виде диалога. Собравшиеся задавали наболевшие вопросы. Журналист Женабек Наров порекомендовал членам Ассамблеи уделять больше внимания государственному языку и развивать его. Ваша работа, несомненно, заслуживает уважения, но хотелось бы, чтобы члены Ассамблеи подняли вопрос массового изучения государственного языка. В Караганинской области за казахский язык болеют лишь единицы. Члены Ассамблеи приняли во внимание все замечания. Они обещали держать на контроле не только эти, но и другие вопросы, касаемые проблем инвалидов, социальных выплат и сохранения мира и стабильности в регионе. Аймамлина Жахслак Нуртай, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. Вакцинация спасает жизни. Ежегодно в стране на покупку вакцин выделяется около 15 миллиардов тенге. Такие данные озвучили врачи-иммунологи. Они провели семинар для медработников детских садов и разъяснили пользу прививок и последствия отказа от них. Подробности далее. В период с 24 по 30 апреля считается Всемирной неделей иммунизации. В честь Международной недели вакцинации и здорового образа жизни врачи области рассказали медработникам детских садов о преимуществах плановых прививок. По словам медиков, календарь профилактических прививок соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Получая прививки, мы защищаем организм от 21 вида инфекционных заболеваний. Делать вакцину по профилактике, не делать вакцину по профилактике, конечно, однозначно делать. Об этом говорит очень много медицинских светил, об этом говорит опыт международный. Ежегодную вакцинацию получают более 8 миллионов человек. Специально для проведения этих процедур выделяется медперсонал. Работает более 6 тысяч прививочных кабинетов. Но несмотря на это, в стране участились случаи отказа от вакцинации. Они, по словам врачей, могут привести к ухудшению эпидемиологической ситуации. Отказываясь от иммунизации, вы ставите на кон, вы ставите жизнь своего ребенка, вы ставите жизнь и здоровье своего ребенка. Сегодня вакцинация проводится по программе, по календарю прививок национальному, проводится соответственно с возовской программой. Почти 21 инфекция контролируется таким образом. За прошедшую неделю иммунизации специалисты Центра ЗОЖ провели акции и консультации в местах массового скопления населения. Медработники учебных заведений должны регулярно вести разъяснительную работу среди родителей о плюсах вакцинации. Аймамрина Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Из студентов – преподаватели. Для выпускников колледжей, в которых обучаются будущие учителя, прошла традиционная ярмарка вакансий. Более 300 выпускников смогли встретиться с работодателями. Подробности в материале Ларисы Хусаиновой. Ярмарка вакансий для будущих педагогов проходит с 2013 года. Здесь выпускники могут найти для себя подходящее учебное заведение, где уже займут место преподавателя. Алданыс Жакова учится в Саранском гуманитарно-техническом колледже имени Абая Кунанбаева по специальности учитель начальных классов. Студентка считает, что такие ярмарки необходимы для выпускников. Более 40 тысяч выпускников наш колледж выпустил. И в будущем хочу также продолжить свое образование, стать специалистом своего дела. За счет этой ярмарки хочу получить достойное рабочее место. Анализ прошлых ярмарок вакансий показал их эффективность. Выпускники колледжа педагогических специальностей на ярмарке были приглашены работать в регионы. Организаторами выступили Управление образования Карагандинской области и партия Нуратан. Сейчас на ярмарке вакансий у нас принимают участие 4 колледжа. Это колледж имени Татимбета, Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева, Карагандинский гуманитарный колледж и колледж актуального образования Малаша. Студенты остались довольны ярмаркой. Как показывает практика, около 60% выпускников устраиваются благодаря ярмарке вакансий. В Караганде впервые прошел открытый турнир среди школьников по инициативе Казахстанской глобальной федерации Тайквондо. Спортсмены из семи городов Казахстана и Киргизии приняли участие в состязаниях. Победители получили возможность побороться на чемпионате Казахстана, который пройдет в городе Уральск. Кирилл Красюков занимается Тайквондо всего два года. За это время успел занять призовые места в нескольких казахстанских турнирах. У юного спортсмена боевой настрой. Мальчик уверен в своих силах и надеется победить в этом турнире. Мне нравится спарринговаться, медальки выявить. Куда-нибудь выезжал? Да, в Астану, в Павлодар и в Акчубе. Какие ты занимал призовые места? В Астане второе место, в Павлодаре первое по спаррингу, второе по Акчубе, в Акчубе второе по Ахьянгам и кубок. За лучшую технику. Тренер из города Павлодар Кален Султангазин приехал в Караганду со своими воспитанниками. Кален наслышан о местных спортсменах и знает, какая у них подготовка. Мы приехали на ваш турнир, потому что данные соревнования карагандинские и относятся вот эти открытые соревнования. Эти соревнования проводятся здесь впервые в целях популяризации и пропаганды именно в федерации ТЭК-МАНДОГТЭФ именно в городе Караганда. Все ребята показали хорошую спортивную подготовку. Самые лучшие получили награды и возможность участвовать в чемпионате Казахстана. И последнее на сегодня. В целях оперативного реагирования на обращение граждан по земельным вопросам создан областной круглосуточный колл-центр. Координатором работы центра является Управление земельных отношений Карагандинской области. Номер телефона вы видите на экране. 8-72-12-56-70-55. Это была последняя информация на сегодня. Если у вас есть интересные новости, звоните нам по телефону 4206-49. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Массового областа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова